Всем добрая мило! Вы на канале Яси ТВ! Привет, интернет! Наконец-то! Наконец-то Wi-Fi контроллер для RGB ленты вобрал в себя все необходимые функции, которые он и должен был вобрать в себя раньше. И что самое главное, он подешевел. И стоит сейчас всего лишь 13 долларов. Сегодня мы будем делать обзор на вот такой маленький контроллер, который имеет, конечно, конкурента вот такого, скажи здесь, Mi Lite. И чем он от него отличается? Тем, что он имеет еще музыкальную функцию. Mi Lite, конечно, дешевле, на доллар даже два иногда. И к нему еще можно подкупить пульт. Но на этом все его преимущества заканчиваются. А вот этот контроллер может иметь еще музыкальную функцию, как я сказал уже. И на нем можно сделать, ну, не такую цветомузывку, как мы делали, но что-то похожее и довольно интересное получится. Давайте сделаем обзор на него. Приходит он в такой коробочке. В коробочке у нас инструкция. Сам контроллер. Крышечка. Болтики. И иголочка, наверное, чтобы делать ресет. В отличие от конкурента, наш контроллер идет 5-канальный. Каждый канал по 4 ампера. Зачем, значит, нам 5 каналов? Ну, новые RGB-ленты идут уже вместе с дополнением. Она может быть RGB White или RGB Warm White, то есть теплый свет. Выглядит она вот так. Чередуется белый с цветным. То есть белый, цветной, который может переливаться. Так как у меня под рукой нету сейчас такой ленты, мы сделаем вот такую вот композицию. RGB-лента. И сверху поставим еще один белый цвет. Кстати, такие ленты тоже бывают сразу. Вот они идут. Двойная лента. Здесь RGB, здесь белый. Что мы с вами сейчас сделаем на этих двух. Где используется RGB-лента, все уже, наверное, знают. И украшают потолки. Ну и, конечно, нам понадобится трансформатор на 12 В. Давайте все подключим и начнем знакомиться с ним поближе. Подключаем трансформатор. Плюс к плюсу, минус к минусу. Теперь подключаем ленту. Кстати, бывают такие случаи. Китайцы у нас веселые ребята. Как у нас идет подключение, распиновка ленты? Всегда идет плюс. Потом идет зеленый, красный, синий. Ну, в этой ленте еще идет и белый. Но у нас ее нет. Иногда попадается вот такая вот лента. Плюс китайцы запаяли сюда синий, зеленый, красный. То есть все перепутано. Какие бы цвета здесь не были провода, мы знаем, что сейчас должен идти после плюсового, должен идти зеленый. Значит, зеленый и подключаем. Следующий идет красный. И синий. И черный подключаем на плюс. Плюсов контроллере два. Итак, мы подключили и готовы к первому включению. Но перед этим нам нужно скачать программку для нашего андроида или айфона. Где же она? Ее можно отсканировать. Но у меня не пошла загрузка с этого, так что ее можно ввести вручную. Так как у Яси телефон с андроидом, мы пошли в Google Play Store и нажали, набрали вот эту программку. Magic Home Wi-Fi. После установки и ищем Wi-Fi соединение. Так, вот LED.NET. Получение IP-адреса подключено. То есть, по умолчанию даже пароль не нужен. И запускаем программу, установленную Magic. Установки, директ, прямое отключение. Соглашаемся. То есть, здесь, в этом меню много. Можно подключить все наши Wi-Fi соединения. Есть лампы, светильники. Все до одной. Все в одну кучу. Сейчас у нас еще нет, поэтому включаем только одно. Итак, у нас высветилось вот такое меню. И я его буду использовать. Используй. Покажешь нам. Нет, с этого. То есть, выбираем любой цвет, который нам нравится. В этом же меню можно запрограммировать кнопки быстрого доступа к цвету. Например, нам нравится красный, да? Сейчас розовый получился. Нажимаем на кнопку, выбираем цвет. И подтвердить. Теперь эта кнопка у нас принадлежит красному цвету. Следующая кнопка запрограммируем чисто на синий. И так, какие бы цвета вам не нравились, можете их быстрее. Можете запрограммировать пять кнопок. Вот и черепашка пошла. Так, яркость. От нуля до ста. Итак, вторая часть меню. Функции. Скорость. Здесь у нас 20 режимов. Красный с синим переливанием по очереди. Зеленый синий. Робоскопы. Просто цвет. Полностью весь градиент переливается. Играться можно долго. Следующая. Здесь выборочно можно настроить переливание любого цвета в любой последовательности. 16 цветов можно переливать градиентом, с робоскопом или перепрыгиванием. Здесь тоже скорость выбирается. Следующая функция у нас идет музыка. Музыка. С телефона выбираем музыку. Также можно выбрать настройки, это лазера. Все, убери черепашку. Убери черепашку. Оглох. Пятая функция, которая превращает телефон микрофон в микрофон. Допустим, вы пришли на вечеринку, поставили где-то рядом свой телефон и допустим, у вас вечеринка дома, кто-то пришел со своей музыкой, у вас музыка с колонок или с телевизора концерт какой-то, и ваша комната превращается в световое шоу к этому концерту или к вашей дискотеке. Чувствительность микрофона можно регулировать до довольно приличного уровня. Шестая функция. Камера. Для чего нам нужна камера? Допустим, вам надо определить цвет. Например, красный. Вот он определил красный цвет. Ну, или, например, черепашку. Какой же у черепашки цвет? Так, где у нас черепашка? Это у черепашки твоей цвет темный, непонятный. Кто такой? Для чего нам понадобится эта функция? Ну, допустим, вы покрасили стены в персиково-фиолетовый цвет и не можете его так подобрать. Попытайтесь его подобрать с камеры. Ну, или, например, ваша жена прибежала и заявила, сегодня к нам на ужин придут Степлтоны и сэр Генри Баскервилл, а я буду в своем платье и хочу быть неотразимой. И мы такие, ну, пожалуйста, какое у тебя там платье цвета? Синего? Да сейчас сам потолок будет восхищаться, и не то, что твой сэр Генри Баскервилл. Красота нацепа. Так, но я не вижу здесь еще одной функции. А почему? Потому что мы не подключили белую ленту. Давайте же подключим. Как обычно, используем свой любимый кабель-канал 12х12. И представим, что это наша двойная лента. Итак, для этой ленты мы взберем общий с нашим плюсом от РГБ ленты. А минус ставим на Cool White. Потому что лента у нас белого цвета. Если бы она была бы теплая, мы поставили ее на Warm White. А если бы у нас было две ленты, значит, мы поставили бы одну белую на Cool White, а теплую на Warm White. Итак, включаем. Вот. Теперь у нас светит белая лента. Произошла маленькая заминочка. Оказывается, программка плохо установилась на том телефоне. Мне сейчас некогда с ней разбираться. Вот она, шестая функция. Итак, здесь яркость белой ленты нашей. Яркость теплой ленты. Но теплой ленты у меня сейчас нет. Но это все можно делать на вашем канале. Потом четыре настройки. Общий свет для чтения. Ночник. Для времяпровождения свободного. И настройки такие же. Встанавливайте, какую вам нужна яркость. И подтверждайте. То есть, сделано все, чтобы вы избавились от люстр, светильников. И у вас основным освещением была только лента. Которую можно сделать белую, желтую и цветную. Так как уже поздно Яся с вами попрощается и пойдет спать. А я вам объясню еще, для тех, кто не знает, как рассчитать ампераж, чтобы не спалить наш контроллер. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! До новых встреч! Итак, сколько метров ленты можно подключить на этот контроллер, чтобы его не спалить? Ленты бывают разные. Разные производители, разные заявленные технические характеристики. Смотрите на характеристику всегда, сколько потребления. Ориентируйтесь. Стандартная лента RGB можно где-то 6,5 метров. А лучше всего, конечно, брать тестер и вымерять на самых ярких показаниях ленты потребляемый ток. Чтобы не превысить наши 4 ампера, возможно. Если у вас больше метров ленты, значит, вам нужен RGB-усилитель. Они сейчас идут RGB-W, то есть на 4 канала. Если же у вас 5 каналов, вы отключили сюда еще и теплые, тогда проще всего взять 2 RGB-усилителя, они подешевле, чем RGB-W. И один канал не использовать. У вас будет 5 каналов. Соответственно, рассчитывайте всю нагрузку свою. Если у вас больше 12 метров ленты, питание нужно дублировать с другого края. Так как контакты очень часто выгорают из-за большого тока, проходимого через всю ленту. Итак, вот такой у нас замечательный контроллер. Купить его можно по ссылке в описании к видео. Трансформатор, усилитель, ленту. Все можно там же. Кстати, если вы будете покупать белую или теплого цвета ленту, покупайте сразу уже на новых светодиодах. Новый светодиод 2835. Он достаточно яркий по сравнению со старыми. И потребление у него ниже. Итак, как вы видите, контроллер получился очень удачным и демократичным по цене. Если у вас уже стоит RGB-лента в доме, спокойненько можете себе заменить старый пульт на вот эту удобную вещь. А если уже не стоит, так дерзайте. Все в ваших руках. Ну все, до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.